В Ненисском округе продолжается реализация приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды. Все работы по благоустройству уже завершены в поселке Искателей. В этом году под действие программы попали три объекта. Одна дворовая территория в районе улицы Монтажников и две общественные. Зона отдыха по улицам Молодежная, Газовиков и детская площадка в районе улицы Строителей. Представители департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта и администрации поселка Искателей осмотрели объекты, возведенные в рамках федеральной программы. Двор в районе улицы Монтажников – самая большая территория, благоустроенная в Искателе в рамках приоритетной программы. Проект по благоустройству этого двора был разработан еще в 2014 году. Сегодня его удалось реализовать, в том числе на федеральные средства. Работы были проведены по благоустройству, озеленению, укладке грунта, разработке площадки. Это старая площадка, мы просто ее реконструировали. Помимо всего, пешеходные дорожки сделаны прогулочные, установлены скамейки, урны, освещение. Ну и потом уже за счет экономии денежных средств, вот это вот мягкое покрытие здесь на детской площадке было установлено. А вот эти вот элементы детской площадки, это те, что здесь были или это новые? Нет, это те, которые были, мы просто их, скажем так, разместили более-менее так оптимально, чтобы красиво смотрелось. По словам Николая Литвина, в следующем году муниципалитет постарается найти средства на дополнение игровой зоны спортивными конструкциями для детей старшего возраста и взрослых. Еще одна детская площадка, построенная в рамках приоритетной федеральной программы, находится по улице Строителей 3А. Здесь, кроме знакомых каждому ребенку игровых элементов, появилась необычная канатная пирамида. В целом на благоустройство поселка Искателей в рамках проекта было направлено порядка 6 миллионов рублей из федерального, окружного и местного бюджетов. Всего же на реализацию приоритетного проекта в этом году в регионе предусмотрено 26 миллионов. Из них 10 выделено федерацией на условиях софинансирования. По словам представителя департамента строительства Елены Карельской, формирование комфортной городской среды продолжится и в 2018 году. Большая часть будет субъектовой доли. Решение о трудовом и или финансовом участии будет принимать сам муниципалитет. Это мы сейчас прописали в правилах программы. Программа у нас практически уже со всеми согласована. Было очень много предложений от муниципальных образований. На следующий год, если в этом году у нас участники два, это Искатели Егора, на следующий год у нас добавляются Приморско-Куйский сельский совет и Канинский. Это планы на будущее. А пока формирование комфортной городской среды продолжается в Наринмаре. В микрорайоне Старый аэропорт на средства федеральной программы обустроили детскую площадку. Продолжаются работы на дворовой территории в районе улицы 60 лет Октября Строительная. Подрядчики обещают сдать объект до конца октября. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.